Ну что ж, мы продолжаем изучать мнение иностранных болельщиков о нашем российском футболе. Тем более, что недавно был объявлен расширенный состав сборной России на чемпионат Европы по футболу. И после этого мне, конечно, стало интересно, что там написали зарубежные фанаты о нашей сборной. На сайте inoprosport.ru были собраны самые интересные мнения на данную тему. Ну а я сейчас, с вашего позволения, зачитаю вам перевод этих комментариев для нашего общего ознакомления. Поехали! Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания BaltBet, продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте BaltBet, а также введете промокод, указанный в описании, то получите бонус, три бесплатные ставки. Так что дерзайте, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Ну а мы переходим к комментариям. Junior Berify написал. Ух ты! Состав у сборной России неплохо так изменился. Ну, перестановки, конечно, есть. Появились молодые футболисты, ранее выступавшие в команде Галактионова в молодежной сборной. Там Дереев, Евгеньев, Захарян. Ну и в принципе, да, состав обновился, но это было неизбежно. Real Batman Ossoff написал. Не вижу в списке Смолова и Газинского. Разве они не являются громкими именами в российском футболе? Ну, они находятся в резервном списке. И если по Газинскому, в принципе, все более-менее понятно, он провел слабый сезон, на мой взгляд. Это фиаско, братан! То вот касательно отсутствия Смолова есть вопросы, учитывая то, что он проводит отличный отрезок сезона после зимней паузы. Rickless. Удивлен, что в списке нет Антона Миренчука. Ну, как сказал Черчесов, он мало играл во втором круге, что в принципе правда. Действительно, у Антона были проблемы с травмами, и сейчас он очень тяжело восстанавливается. Он не попадает в стартовый состав, и ему как-то не особо пока что доверяет главный тренер локомотива Марку Никович после его травмы. Interall написал, а я уж переживал, что Жиркова они не возьмут. Но куда же без него? Какой футболист? Ну, к сожалению, Жирков сейчас находится явно не в лучшей форме. Он за зимней провел 18 минут в 2021 году, поэтому здесь скорее вопросы к Черчесову. Почему игрок, который в клубе, не тянет нужный уровень? Почему он попадает в сборную? Ну, лично у меня такой вопрос. Borderline написал, ё-моё, Жирков по-прежнему играет. Сколько же ему там лет? Ну, кстати, забавно, что недавно появилось в интернете видео, где Слуцкий отчитывает Жиркова. В тот период времени, когда Леонид Слуцкий как раз руководил сборной нашей страны. Ну так нельзя, ну Жир, ну так нельзя. Вот тут как ты играешь, так играть нельзя. Ты встал сейчас в зону? Окей, ну в зону что же сама мяч не отберет? В зоне игрок отбирает мяч. GTK 13. То, что Захарян получит вызов, было предсказуемо. Ну, учитывая то, как здорово он играет в последнее время, в принципе, да, в этом есть своя логика. Хотя, на мой взгляд, 17-летний Захарян все-таки сыроват для старшей сборной. MK Lavinx написал. А правда, а где Антон Миранчук? Black and Bean BFC. А как насчет Гильерме? Ну, как сказал Черчесов, Гильерме не вызвали, потому что он провалил матч с Зенитом. Хотя, на мой взгляд, никакого провала у Гильермы в этом матче не было. За Махмуд 9. Черчесов все равно впихнул в заявку Жиркова, Кудряшова, Семенова и Ионова. Я бы заменил их на Скопинцева, Осипенко, Чистякова, Антона Миранчука. И думаю, в таком случае их состав был бы идеальным. Ну, касательно некоторых ветеранов, тут действительно есть вопросы. И Жирков уже не особо тянет. И Семенов не так впечатляет. Ну, в общем, таков выбор Черчесова. Он немножко консервативный в этом смысле. Tactical AFP написал. Зюба абсолютно изверюга. Лучший игрок в сборной России. Ну, вот такой вот последний комментарий о нашей национальной команде. Хотя у нас многие Зюбу не любят. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и YouTube канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну, и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока. Всем пока.